Финишная шпаклевка под обои выполняем правильно. Ремонт требует к себе самого пристального внимания. Всегда очень хочется поскорее его закончить, иногда еще даже не начав. Но в процесс все-таки придется окунуться с головой. При этом часто решая проблему неровностей на стенах, в которых обычно всегда находится огромное множество. Поэтому, чтобы обои легли ровно, стоит вместе изучить, что такое шпаклевка стен под обои и понять, что своими руками можно прекрасно выровнять стены. Для чего нужна шпаклевка? Можно ли обойтись без нее? Когда люди узнают, сколько стоит шпаклевка стен, многим хочется обойти этот процесс стороной. Ведь это лишние финансовые затраты и труд. Но пренебречь условиями ремонта не получится, если вам нужны идеально ровные стены. Стартовая шпаклевка прячет крупные дефекты, а финишная подготовит выровненную поверхность к оклеиванию обоями. Да и потолок при необходимости выровняет. Какую шпаклевку выбрать для стен под обои? Полимерная, цементная, гипсовая. Строительные и хозяйственные магазины предлагают большой выбор разных шпаклевок. Сейчас не будем углубляться в марки и бренды. Наша задача более глобальна – определить, в чем разница между составами разного типа. Ведь все они финишные. Шпаклевка полимерная. В состав этой шпаклевки входят полимеры, что отражено в названии материала. Поверхность очень быстро сохнет и не трескается, что является прекрасным свойством. Полимеры позволяют соединить в материале особенности цементной и гипсовой смеси, собрав только положительные качества, а за это приходится платить. Поэтому шпаклевка для стен под обои обладает немалой ценой. Этот материал не портится от перепадов температур. У него нет усадки. Зато он обладает высокой эластичностью. Влага тоже таким стенам не враг, а расход материала вполне умеренный. Шпаклевка цементная. У цементной разновидности другие свойства и качества, нежели у полимерного варианта. В качестве основного материала назван цемент, что и является гарантией устойчивости к влаге и агрессивной среде. Для такой шпаклевки используют цемент марки 500 и 400, а наполнителем является речной песок. Но этот материал дает усадку. Иногда появляются трещины. Лучше подождать и не спешить с оклейкой обоев. К тому же стены все равно будут долго сохнуть. Гипсовая шпаклевка. Третьим вариантом является гипсовая финишная шпаклевка. Эта разновидность подойдет только для обработки сухого отапливаемого помещения. Хорошим качеством считается высокая воздухопроницаемость. Плесень таким стенам не грозит. Это природный антисептик. Какая лучше шпаклевка для стен под обои? Не ошибаемся с выбором. Чтобы вы не брали, необходимо приобретать материалы одного и того же производителя и одной и той же линейки. В этом случае будет гарантирован хороший результат и полное соответствие всем заявленным качествам продукции. Вторым фактором выбора является материал обрабатываемой поверхности. Для кирпичной, цементной или бетонной стены подбирают соответствующую шпаклевку. Стало быть, цементная. Гипсовая подходит для гипсокартона. Полимеры – универсальное средство. Упаковка материала также важна. С готовыми смесями меньше возни. Бери и используй. Но вот цена ее всегда выше. Сэкономить можно как раз на сухом порошке. Рассмотрим два хорошо зарекомендованных в себя отделочных материала. Шпаклевка Vitanit LR. Это белая финишная продукция под маркой Weber Vitanit LR+. Прекрасная фракция для того, чтобы идеально выровнять поверхность перед оклейкой обоев, а также под покраску и декорирование штукатуркой или плиткой. Материал сверхпластичен, что удобно в работе. Расходуется экономно, сохнет состав в 12 часов, а усадки не дает никакой. Финишная шпаклевка Knau. У компании Knau большой выбор шпаклевочных составов. К примеру, Rotband Finish представляет собой сухую смесь из гипса и полимеров. Это быстросохнущий материал, не дающий усадки и трещин. Слой варьируется от 0,2 до 5 мм. Как правильно шпаклевать стены под обои своими руками? Нюансы работы. Итак, пора начать шпаклевание стен своими руками. Изучаем нюансы работы. Что приготовить? Инструменты и расходные материалы. Приготовьте емкость, в которой вы будете замешивать смесь и то, чем будете размешивать состав. Лучше всего для этой цели подходит дрель с миксерной насадкой. Для нанесения материала нужны шпатели. Один размером 10-15 см, второй 40-60 см. Также готовят угловой шпатель или кельму. Терки для шлифовки. Подготовка поверхности. Поверхность обязательно нуждается в подготовке, иначе состав будет плохо держаться. Стены обрабатывают грунтовкой. Лучше подбирать составы, предотвращающие появление плесени и позволяющие появиться болезнетворным бактериям. Выравнивание стен стартовой шпаклевкой. Сначала придется снять старое покрытие стен. Не важно, краска это или обои. Обычно под этим слоем скрывается масса неровностей и дефектов. Для их устранения берут стартовую шпаклевку с крупной фракцией. Совет. Определить, где именно находятся неровности, поможет строительное правило. Его прикладывают в разных направлениях. Неровности лучше отметить карандашом. Шпателем орудует вертикально или горизонтально. В случае, когда выступы вертикальные, то и движения инструментом должны быть соответствующие. При этом для крепкого удержания инструмента в руке должна быть применена физическая сила. Нанесение мазков производится внахлёст. После того, как зашпаклеван квадратный метр, берут правило и прикладывают его к стене. Инструмент тянут вниз, снимая лишний слой. Если нужно, после высыхания слоя наносят еще один. Полностью процесс завершится только через двое суток. Нанесение финишной шпаклёвки под обои. Для работы берем узкий шпатель и накладываем им штукатурку на большой, которым уже наносят состав на стену, распределяя содержимое по поверхности под определенным углом. Нанося состав, лучше проводить шпателем по одному и тому же месту несколько раз, постепенно увеличивая площадь охвата. Неровности, образующиеся при работе, впоследствии устраняются шлифовкой. Есть и другой способ отделки. Наносят четкие мазки небольшого размера, что позволит сделать поверхность идеально ровной и гладкой. На один квадратный метр понадобится около одного килограмма состава. Если толщина слоя будет равняться 1 миллиметру. Шпаклёвка стен под обои своими руками. Как обработать разные поверхности? Вы уже знаете, какой шпаклёвкой лучше шпаклевать стены под обои. Теперь рассмотрим нюансы внесения состава на разные поверхности. Бетонные стены. Из-за специфики бетонной поверхности очень сложно добиться хорошей адгезии. Материал не обладает достаточной гидроскопичностью. В поклёвке нужны поры, куда она может проникнуть. А в бетоне их крайне мало. Поэтому результат нанесения может быть и не таким, как ожидалось. Процесс проходит в несколько этапов. Удаление старого покрытия, обезжиривание масляных пятен, зачищение поверхности, расширение трещин на плоскости, заделка дефектов цементным раствором. Строительный пылесос позволит убрать пыль. После этого поверхность дважды грунтуют. Совет. Грунтовка лучше наносится валиком с длинным ворсом. Но широкая кисть тоже подойдёт. Теперь можно замешивать раствор для шпаклевания в пропорциях 1 к 5. Состав наносят методом набрасывания и последующего распределения шпателем. Хорошо, если используется стеклохолст или армирующая сетка. Это предотвратит растрескивание высохшего покрытия. Высохшие поверхности нужно зашлифовать. Кирпичная поверхность. Кирпичная поверхность также нуждается в подготовке. Старую обивку снимают, как и растрескавшуюся штукатурку. Затем приступают к грунтовке. Сетка прибивается на верхние и нижние углы дюбелями или саморезами, не доходя 3 см до самой стены. Это позволит выставить нужное расстояние карты сетки со всех концов. Шпаклюют сначала стартовым составом, двуручной кельмой и большим шпателем. Кельму держат горизонтально, а шпатель вертикально. Выравнивание производится трапециевидным правилом. После работают с финишным составом, доводя покрытие до совершенства. Деревянные стены. Процесс шпаклевания деревянных поверхностей не особенно отличается от других типов. На дерево, хоть паристый материал, в адгезию вступает плохо, поэтому придется воспользоваться фиксирующей обрешеткой или дранкой. Для дранки используют узкие рейки 3-5 мм толщиной и 15-20 мм шириной. Длина рейки равна 1-2 метрам. Под обрешетку следует вносить теплоизолирующий материал, пропитанный антисептиком вроде 3-процентного фтористого натрия. Двух слоев обрешетки в 45 градусов с ячейками 45 на 45 см квадратных достаточно. Второй слой дранки набивается планками с шириной 15-20 мм и толщиной 5 мм. Как более простой способ обрешетки, годится сетка рабица. Шпаклевка гипсокартона под обои. Разбираем, как наносится шпаклевка для гипсокартона. Шпаклевание гладкого материала необходимо из-за его стыков и мест скреплений, поэтому требуется нанесение ровного слоя финишной шпаклевки, а затем грунтовка стены. Шурупы шпаклюют крестообразным методом. Углы предварительно закрепляют во избежание сколов. После высыхания слоя в 1-2 мм, стены ошкуривают и работают с финишным раствором консистенции жидкой сметаны. Теперь уже можно шлифовать и обеспыливать поверхность. Шпаклевание углов. Осталось прояснить, как шпаклевать углы стен. Задача несложная, если слой штукатурки ровный. Если неровности стартового слоя имеются, то действуют так. Сначала оштукатуривают углы приличным слоем раствора, затем шпаклюют их широким шпателем. Широкий шпатель приставляют к углу, снимают на него смесь и отводят шпатель. Движения осуществляются или сверху вниз, или снизу вверх. В первую очередь работают с одной стороной угла, а когда она подсыхает, переходят на второй. Здесь нужно вышлифовать поверхности перед шпаклеванием. Но если стыки плохо заделаны, или работы производили штукатуркой марки 150-200, то такой способ не подходит. Углы выравнивают финишным раствором, но не с одного раза. Придется поработать так 3-5 раз. Продолжение следует...